С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Пятничный штормовой ветер сорвал часть кровли многоквартирного жилого дома по улице Капитана Матросова. Ведутся восстановительные работы, а в соседних домах, построенных по аналогичному проекту, проведут обследование. За последние трое суток, включая выходные, зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 человек. В Ненецком округе открыли Центр управления регионом. Это единый проектный офис по сбору, обработке, анализу и реагированию на запросы жителей, поступающие через открытые источники. Жители Нарьинмара, любители пошуметь ночью в веселых компаниях, в этом году уже нашумели на 85 тысяч рублей. В Ненецком округе за последние трое суток, включая выходные, зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – жители города Нарьинмара и поселка Искателей. 16 человек выздоровели. Таким образом, по данным на 23 ноября, лечение от COVID-19 получают 112 пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом, в том числе 15 бессимптомных носителей. Из них в стационаре находится 19 человек, 93 получают лечение амбулаторно. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 594 человека, в том числе один в обсерваторе. За последние сутки проведено более 140 ПЦР-исследований. Напомним, для прибывающих в округ действуют ограничительные меры. По прибытии в Нарьинмар необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией и попровести две недели дома за свой счет на самоизоляции. В округе также действует масочный режим в общественных местах и на транспорте. Жителям региона рекомендуют ограничить контакты до минимума, а работодателям перевести там, где это возможно, на дистанционную работу до 30% сотрудников организации. В Ненецком округе работает горячая линия, позвонив на номера которой можно узнать всю необходимую информацию и получить консультацию по вопросам, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. Номера единой горячей линии вы сейчас видите на своих экранах. Звонок бесплатный как из городских, так и с мобильных телефонов. В минувшую пятницу по региону прошелся шторм. Ветер с порывами до 25 метров в секунду сорвал кровлю дома номер 8 по улице Капитана Матросова. Пострадавших нет. О том, как общими усилиями максимально быстро исправить последствия стихийного бедствия, говорили на выездной встрече губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, мэр города Олег Белак и представитель управляющей компании. Порядка 40 квадратных метров металлических и деревянных конструкций снесло порывами ветра прямо на землю. Также разрушилась часть кирпичной кладки. Для организации восстановительных работ управляющая компания «Уютный дом» наняла подрядную организацию «Общество с ограниченной ответственностью. Крепость». Надежда Васильевна, скажите, какие сроки по восстановлению? Предположительно, нам, конечно, погодные условия, боюсь, что помешают, да, при сильных ветрах мы покрытие кровли скрыть не сможем. Сейчас восстанавливается уже кладка, часть кровли, которая повредилась, его восстановили, установили балку, установили три стропила, восстановили и обрешетку. Закрывать профмастилом мы пока не будем, в связи с тем, что порывы ветра, чтобы они гасились, не поднимая кровли, выходили через эти отверстия. Юрий Бездудный и Олег Белак пообещали помочь любой необходимой техникой для максимально быстрого восстановления общедомового имущества. Нужен крам, подъемник, все, что нужно. Понятно, что ветер может как-то скорректировать сроки, помешать, но ветер стихнет. И нам надо в максимально короткие сроки всю кровлю восстановить. Вот на завтрак в планах нам поднять надо материал наверх. Всю технику дадим вам, поможем. Да, вот я разговаривала. Люди есть, подрядчик. Материал есть, люди есть, то есть надо помочь техникой сейчас. Да, техникой помочь. Мы техникой поможем. Да, конечно. Руководитель управляющей компании заверила, что жильцам верхних этажей ничего не угрожает. Ситуация очень сложная, потому что погода лучше не будет. А только холоднее будет и ветренее. Восстановить кровлю планируем до 10 декабря. Управляющая компания мобилизовала все свои собственные ресурсы. Город помогает техникой. Материалы все найдены. Поэтому сейчас вопрос только в рабочих руках для того, чтобы все это сделать. В настоящее время подсчитывается сумма материального ущерба и смета расходов на восстановление кровли. Мы со своей стороны обеспечим необходимую технику, техническое сопровождение, ну и, если необходимо, надзорное тоже инженерное сопровождение. В принципе, компания включилась, это самое главное. И гарантирует, что будет в кратчайшие сроки ликвидированный тот ущерб, который намесла нам стихия. Также будут обследованы соседние дома, да? Да, будут обследованы соседние дома и дома, которые как раз были исполнены компанией Наринмарстрой, как раз в период ее завершения деятельности. Потому что есть вопросы к качеству раствора, который был временем рекламки. Напомню, кровлю дома в центре Наринмара сорвало из-за сильного ветра, разыгравшегося в минувшую пятницу. Никто не пострадал. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Жители Ненецкого округа высказали свои замечания и предложения к проекту окружного бюджета на 2021 год и плановый период. Часть из них была озвучена в ходе публичных слушаний, которые состоялись в пятницу 20 ноября под председательством заместителя губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко. Из-за эпидемиологической ситуации впервые публичные слушания по проекту окружного бюджета на следующий год прошли в онлайн-формате. Трансляция в прямом эфире велась на телеканале «Север». Традиционно в начале слушаний был представлен прогноз социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. В условиях нестабильности, даже, можно сказать, турбулентности макроэкономической и политической ситуации существует сильная валиативность экономики от колебания цен на нефть. По своим масштабам потрясение первой половины 2020 года, а именно обвал цен на нефть, карантинные ограничения, введение режима нерабочих дней в апреле, сокращение российского экспорта из-за спада мировой экономики превзошли предыдущие кризисы 2006, 2008 и 2014-2015 годов. Директивное ограничение о деловой активности в текущем году, вторая волна пандемии – все это является непредсказуемыми факторами для прогнозирования социально-экономического развития региона, особенно нефтяного. Тем не менее, считаю, что прогноз развития округа достаточно позитивный с расчетом на быстрое восстановление экономики в прогнозируемом периоде. Представляя параметры главного финансового документа округа, первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов отметил. Вашему вниманию предлагается проект бюджета, расходная часть которого формировалась на 2021 год и последующие годы с учетом всех рисков, в том числе рисков выпадающих доходов окружного бюджета в сложных экономических условиях. Доходы бюджета 2021 года составят 20 миллиардов 97 миллионов рублей. Из них объем собственных налоговых и неналоговых доходов – 15 миллиардов 400 миллионов. Расходы запланированы на уровне 22 миллиардов 351 миллиона рублей. Бюджет сверстан с дефицитом. В ходе слушаний обсудили проблемы, связанные со снижением доходов в региональный бюджет. Вот у нас налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2018 годом, 2020, 2022, 2023 идет снижение. Какая работа будет проводиться непосредственно департаменту и администрации по их увеличению? Основной фокус сейчас делается на все-таки на привлечение новых, так сказать, инвесторов. Мы работаем вплотную по закону поддержки Арктической зоны Российской Федерации, АЗРФ. Вот мы уже внесли определенные преференции, пусть, может быть, они должны сыграть свою роль, значит, с тем, чтобы у нас появились резиденты Арктической зоны, и бизнес получил ту поддержку с тем, чтобы мы, по крайней мере, подняли экономику. Насколько предприниматели чувствуют поддержку и отсутствуют барьеры, настолько будет прирастать у нас, допустим, доходы в бюджете. Поэтому, конечно, и по снижению барьеров, и по, так сказать, привлечению предпринимателей и созданию комфортного инвестиционного климата мы продолжаем работать и вместе с вами тоже. В ходе слушаний были озвучены замечания и предложения жителей Ненецкого округа к проекту окружного бюджета на 2021 год и плановый период, поступивший в адрес Департамента финансов и экономики региона в официальной форме, а также в социальных сетях. Всего в преддверии публичных слушаний поступило три официальных письма, содержащих порядка 20 пунктов по различным направлениям, а также восьми вопросов в социальных сетях. Вопросы касались содержания органов государственной власти Ненецкого округа, проведения дно углубительных работ на реке Печора, предоставления компенсации взамен земельных участков для многодетных семей, строительство нового здания для инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы, строительство дороги на Тельвиску и других направлений. На все вопросы, которые были озвучены в ходе публичных слушаний, ответы будут даны письменно в зависимости от того, как они были направлены – официальным письмом или в виде комментариев к посту ВКонтакте об объявлении публичных слушаний. В соответствии с поручением президента Российской Федерации во всех регионах страны до 1 декабря текущего года должны заработать Центры управления регионами. Такой центр создан и в Ненецком автономном округе и уже работает в тестовом режиме. Центр управления регионом – это аналитическая площадка, управленческая площадка, на которой аккумулируется вся информация о настроении населения, о том, что беспокоит людей, обращение граждан. Публикации в социальных сетях. Масса информации, которая касается насущных нужд каждого гражданина и которая, соответственно, попадает в нужные органы власти, которые реагируют на эти обращения, реагируют на эти проблемы, принимают решения. То есть это вот такая вот электронная, цифровая модель, можно сказать, даже окружной административной. Региональные центры управления на местах создаются в партнерстве с Российской автономной некоммерческой организацией «Диалог». Перед официальным открытием ЦУРа в Ниньском округе представители этой организации побывали в Наринмаре и встретились с губернатором региона. Участие в рабочей встрече приняли также заместитель губернатора по профильному направлению и руководитель окружного центра управления регионом. Работа выстроена следующим образом. Из открытых источников при помощи информационных систем мы собираем насущные проблемы, жалобы, предложения жителей округа, которые обрабатываются модераторами, оперативно поступают в профильные ведомства и отрабатываются. Все это происходит просто в даже не максимально, а в экстремально, можно сказать, короткие сроки. Например, последнее рейтингование за последние две недели показало, что у нас среднее время ответа, которое получает житель от органов власти в социальных сетях, составляет всего два с половиной часа. Работая в тестовом режиме, сотрудники центра в октябре и ноябре в тесном сотрудничестве с органами власти обработали 1200 сообщений жителей из открытых источников. Также сообщения поступают на портал «Народный контроль». Это наша региональная информационная система. И также для жителей округа теперь в госуслугах доступна платформа обратной связи, где точно так же жители могут сообщить о какой-либо проблеме. И вот у нас в ноябре поступили первые 20 сообщений через портал госуслуг, которые точно так же оперативно отрабатываются органами власти и муниципальными образованиями. Центр управления региона представляет собой единый проектный офис по сбору, обработке, анализу и реагированию на запросы жителей, поступающие через разные источники, официальные порталы, социальные сети, сайты. Обращения делят по блокам здравоохранения, образования, ЖКХ, со защитой ТКО, энергетика, дороги и транспорт. Если сравнить округ с человеком, то мы по сути снимаем все параметры состояния здоровья человека. Температуру, давление, частоту сердечных сокращений. И по всем этим параметрам уже реагируем. Если вдруг какой-то параметр изменяется, то мы очень оперативно реагируем. И самое главное, что за работой ЦУРа стоят люди. То есть, может быть, вот когда объясняли мои коллеги, и ссылались на поручение президента, да, это было поручение президента. И мы это поручение выполнили. Но самое главное, что эта система будет работать в интересах людей. Поступающие в ЦУР сообщения направляются исполнителям для отработки. Параллельно ведется анализ запросов населения и выявления точек напряженности. На основании собранной информации создается тепловая карта региона. Все запросы жителей, все чаяния, все проблемы закрывались как можно быстрее. То есть, чтобы округ был здоровым. Чтобы, если возникала какая-то острая болевая точка, чтобы она снималась максимально быстро. О том, что цифровые центры управления необходимо создать во всех регионах, Владимир Путин говорил еще в январе на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Правительству совместно с главами регионов при участии автономной некоммерческой организации «Диалог» поручено до 1 декабря 2020 года обеспечить создание и функционирование в субъектах Российской Федерации центров управления регионами и представить предложение по созданию и функционированию аналогичных центров в муниципальных образованиях, предусмотрев в том числе разработку использования единой цифровой платформы, располагающей механизмом обратной связи. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Окружные депутаты предложили установить стандарты по бестабачным никотиновым смесям. Соответствующее обращение в правительство Российской Федерации озвучил спикер собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов в ходе 58-й конференции парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая прошла в онлайн-режиме. Предлагается установить единые обязательные требования к бестабачным никотиновым смесям наряду с табачной продукцией. Как правило, такие смеси выполнены на основе мяты и трав, пропитанных никотином. Кроме того, в продаже начали появляться леденцы и мармелад с высоким содержанием никотина. Указанные смеси в силу своей доступности и дешевизны характеризуются стремительным ростом популярности в подростковой среде, что приводит к привыканию молодежи к употреблению никотина и появлению различных сопутствующих заболеваний. Бестабачные никотиновые смеси не определены в техническом регламенте Таможенного союза по безопасности пищевой продукции. Однако употребляются человеком как пищевой продукт. Отсутствие в Российской Федерации стандартов, которым такой товар должен соответствовать, приводит к тому, что подтверждение безопасности на такую продукцию не требуется. На 85 тысяч рублей административных штрафов повеселились жители ночного Наринмара за 9 месяцев текущего года. Административная комиссия Наринмара подвела итоги работы за 9 месяцев 2020 года. Самым распространенным правонарушением горожан, которые поступают на рассмотрение комиссии, является шум в ночное время. За нарушение тишины и покоя в период с 10 часов вечера до 6 утра составлено 140 административных протоколов на общую сумму штрафов в размере 85 тысяч рублей. Как пояснили в административной комиссии, чаще всего горожане нарушают требования законодательства о соблюдении тишины в ночное время в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые наринмарцы становятся постоянными посетителями заседаний комиссии из-за регулярных ночных вечеринок. Так, один мужчина за 9 месяцев получил штрафов на общую сумму 15 тысяч рублей. Административная комиссия Наринмара напоминает жителям города о том, что законном Ненецкого автономного округа об административных правонарушениях запрещается нарушение тишины и покоя граждан с использованием звукопроизводящей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, объектах развлечений и торговли. Также в период с 22 часов и до 6 часов утра запрещается нарушать сон горожан пением, криком, свистом, игрой на музыкальных инструментах, ведением строительных и ремонтных работ, а также иными шумными действиями. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.